Космическая Одиссея 1 марта 1966 года советский космический аппарат Венера-3 упал на поверхность планеты. Венера — серия советских автоматических межпланетных космических аппаратов для изучения планеты Венера и космического пространства. Жесткие условия на Венере, а также первоначальный недостаток достоверной информации о таких параметрах, как температура и давление, сильно осложняли процесс исследования планеты. Спускаемые аппараты первых серий даже имели запас плавучести. Первые их полеты проходили неудачно, но это были первые в истории человечества автоматические межпланетные перелеты. В те времена представления ученых о Венере были весьма скудны и противоречивы. Всерьез рассматривалась гипотеза о том, что ее поверхность покрыта океаном, и поэтому первые советские космические аппараты к Венере рассчитывались на приводнение. Первопроходец Венера-1 так и не долетела до своей цели. Второй и последний сеанс связи с ней состоялся 17 февраля на расстоянии 1 миллиона 900 тысяч километров от Земли, а 3 марта аппарат был признан погибшим. 19 мая молчащая неуправляемая станция прошла на расстоянии 100 тысяч километров от Венеры. Новые автоматические межпланетные станции отправлялись к Венере в каждое астрономическое окно запуска, то есть благоприятное взаиморасположение Земли и Венеры, чтобы полет прошел с наименьшими энергозатратами. Для Венеры этот срок составляет примерно 19 месяцев, но венерианскую программу преследовала полоса неудач. В конце 1965 года открылось четвертое по счету астрономическое окно. Казалось, наконец-то пришел долгожданный успех. Венера-2 и Венера-3 благополучно отправились в путь 12 и 16 ноября 1965 года, чтобы весной следующего года достичь далекой планеты. Но вновь судьба повернулась к нам не той стороной. Венеру-2, несмотря на перегрев приемника и плохое прохождение команд в 26 сеансах связи, довели почти до Венеры. 27 февраля 1966 года она должна была пройти мимо планеты и отснять ее с расстояния 24 тысяч километров. Увы, отправленную ей программу работы на день пролета станция не приняла и никаких данных о Венере не передала. Еще более обидной была потеря Венеры-3. Да, впервые в истории человечества космический аппарат, созданный на Земле, достиг другой планеты и вошел в ее атмосферу. На подлете Венера-3 отделила сферически спускаемый аппарат диаметром 0,9 метра с термозащитным покрытием, оснащенный системой радиосвязи, научными инструментами. Он также нес специальный вымпел, который должен был доставить на планету. Спускаемый аппарат вошел в атмосферу Венеры 1 марта 1966 года. Но последний и самый главный сеанс связей не состоялся. И никакой информации о его судьбе так и не было получено. Неземная красота — это о ней. Ярославскую ткачиху приняли в отряд космонавтов, в том числе и за внешности. 6 марта Валентина Терешкова отмечает свой день рождения. 6 марта 1937 года родилась Валентина Терешкова. Она при жизни стала легендой, символом эпохи, была на короткой ноге с сильными мира, сего объездила всю планету с культурными визитами. Потому что она — чайка. Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт. Понятно было, что все равно когда-то женщина полетит. И поэтому было важно, чтобы женщина наша полетела первой. Валентина Терешкова родилась и выросла в Ярославской области. Но у неземной женщины белорусские корни. Родители Терешковой, как и многие белорусы, бежали в Центральную Россию от Первой мировой войны, чтобы попросту прокормиться. А над маленькой Валией местные ребятишки даже посмеивались. Вместо «открой дверь» она частенько говорила «отшинить зверы». Девчонка Терешкова и не мечтала о звездной дали. Она хотела стать машинисткой и разъезжать на пыхтящем паровозе по неведомым странам. Но семья жила бедно, без отца. И в 15 лет она уже работала на заводе. Сначала на шинном, потом на текстильном. В аэроклуб Валентину позвала подружка по техникуму. Будущая космонавтка долго упиралась, но один прыжок с парашютом и обратного пути уже не было. На счету Валентины Терешковой было 163 прыжка с парашютом, когда в космосе побывал Юрий Гагарин. Она тут же написала заявление в отряд космонавтов. Взяли Терешкову благодаря внешности. Тогда по всем аэроклубам страны искали симпатичных парашютисток. Ведь первая советская женщина-космонавт попадет на первые полосы всех мировых газет. К тому же Валентина человек идеологически надежный. Комсомольский секретарь Ярославского комбината. Ее полет был короткий, но это тоже было важно, особенно важно было для врачей, наверное, как переносит женский организм условия невесомости. 14 июня 1963 года стартовал «Восток-6». Валентина Терешкова провела в космосе почти трое суток. Ее космический позывной «Чайка» 48 раз облетел вокруг планеты. И никто не знал, что в автоматической системе корабля допущена ошибка. С каждым витком вокруг Земли космический аппарат вместо того, чтобы спускаться, поднимался на орбиту. Новые данные женщина-космонавт заложила только на вторые сутки полета. Но все закончилось благополучно. Только при посадке Валентина больно ударилась гермошлемом. Но синяк замазали. И теперь уже неземная красавица могла появиться перед начальством и журналистами. Мужчины, конечно, считали, что это прерогатива мужчины. И тут экспансия была какая-то. И многие считали, ну зачем летать женщинам в космос, когда есть подготовленные космонавты. И Сергей Павлович Королев тоже после ее полета, когда там были некоторые замечания к полету, сказал, что все, женщины больше в космос не полетят. С тех пор она не принадлежала себе. Ее, как музейный экспонат, показывали всему миру. А Валентина Терешкова жаждала еще раз полететь в космос, побывать на Красной планете. Но после гибели Гагарина первых решили беречь. За пределы Земли Терешкову больше не пустили. Освободитель, убитый от имени освобожденных. Царь реформатора, царь-мученик. Александр II погиб от бомбы террориста 1 марта 1881 года. 1 марта 1881 года убит император Александр II. Его жизнь оборвалась ровно 130 лет назад. В промозглую ночь на 1 марта 1881 года в одной из петербургских квартир долго не гасили свет. Четверо мужчин и две женщины работали всю ночь. К утру они наполнили гремучим студнем жестянки из-под керосина. Получились четыре самодельные бомбы. Они предназначались царю. В два часа дня он покинул Михайловский замок, чтобы вернуться в Зимний дворец. Карета императора, миновав Инженерную улицу, повернула на Екатерининский канал, но не успела проехать из Таосажень, как раздался оглушительный взрыв. Он вышел из кареты и на взволнованные вопросы окружающих отвечал «Слава Богу, я не ранен». Попросил показать террориста Рысакова, которого уже обыскивала охрана, и медленно пошел в сторону театрального моста. Тотчас же раздался второй взрыв. Народоволец Игнатий Гриневицкий метнул бомбу прямо под ноги царя. «В Зимний, там умереть», – прошептал смертельно раненый император и потерял сознание. Спустя полтора часа Александр скончался на руках жены. По сей день в Болгарии во время литургии в православных храмах упоминается Александр II и все русские воины, павшие на поле боя за освобождение Болгарии в русско-турецкой войне 1877-1878 года. Александр II – последний на данный момент глава российского государства, родившийся в Москве. Отмена крепостного права 1861-й, проведенная в годы правления Александра II, совпала с началом гражданской войны в США 1861-1865-й, где борьба за отмену рабства считается ее основной причиной. Балы, рукоделие, изысканные манеры – все это осталось в прошлом? Не совсем. И сегодня есть заведение, продолжающее традиции Института благородных девиц. История отечественного женского образования началась именно в стенах монастыря, где по приказу самой Екатерины Великой и разместился Смольный институт благородных девиц. И главная цель, главная задача всегда была – воспитать хороших жен, полезных матерей семейства. Идея была в том, что чем больше будет хороших жен, тем легче управлять государством. Сейчас Смольный и резиденция губернатора и одна из важнейших достопримечательностей Санкт-Петербурга. А все музейные экспонаты до сих пор дышат 18 веком и изысканными манерами. В этом учебном заведении дочерей дворян в течение 12 лет готовили к придворной и светской жизни. Лучшие воспитанницы становились фрейлинами императрицы. Девушки принялись со всей России только аристократки с 6 до 18 лет. И при этом родители давали подписку, что не потребуют свою дочь в течение этого срока. То есть на такое длительное время девушки отлучались от семьи, и первое время их не распускали даже на каникулы, не проводили в стенах института. Как считала Екатерина II, чтобы не было никакого воздействия измены. После Октябрьской революции в Смольном институте благородных девиц разместился городской комитет партии большевиков, а о женском образовании забыли. Это два столетия тому назад находиться в одном классе мужчинам и женщинам было неприлично. В СССР пропагандировалось равенство полов, и образование стало доступно всем. Такой великой женщине, как Маргарет Тэтчер, принадлежат слова «Если мы даем образование мужчине, то мы воспитываем индивидуума, а если образование получает женщина, то воспитывается общество». Лариса Александровна в советское время была одним из лучших работников ЦК, и, естественно, об институте благородных девиц не имела ни малейшего представления. Но 15 лет тому назад именно она организовала современный аналог Смольного – вуз, где учатся только девушки. «Наше традиционное образование, оно усредняет, оно делает человека каким-то бесполым, такой специалист, и все здесь. А то, что это будущий отец, мать, что это родители, этого ничего, это за кадром. Но хорошо, если у этих детей хорошая семья родительская, есть образец для подражания. А ведь сколько у нас семей неполных, сколько у нас семей неблагополучных». Девушки учатся по тем же программам, что и все вузы страны. Но в этом институте большое внимание уделяется не только успеваемости, но и воспитанию будущих жен и матерей. «У нас даже есть дополнительное такое образование, и девочки получают сертификат, как домашний воспитатель, гувернантка. Она может не работать, но те знания, гувернантка может не работать, и воспитателем домашним, но те знания, которые она получает, ей пригодятся в воспитании собственных детей». Осанка – скромный макияж и глаза, излучающие спокойный свет. Не сразу верится, что эта девушка из 21 века. Будущий психолог Катя сейчас готовится к экзаменам и, похоже, не очень-то страдает от отсутствия противоположного пола в институте. «Отсутствие молодых людей настраивает девушек на то, что единственный такой, ну что ли, параметр, по которому можно сравнивать себя друг с другом – это уровень знаний, а не успешная прическа, хороший макияж и отличная фигура. Хотя и это, конечно, тоже важно». В многодетной семье отца Дмитрия – трое девочек школьного возраста. Священнику не чуждо все мирское, но, поразмыслив, для своих дочерей он выбрал женскую гимназию. «У меня, как для духовного лица, очень важно, чтобы девочки воспитывались вот именно таким образом. Когда их в этом заведении особенно готовят к такой дальнейшей будущей жизни, как мам, вот, как женщин, учат быть изящными». Пережиток прошлого или прогрессивная современная методика? Сколько людей, столько и взглядов на женское образование. Но вряд ли кто-то будет оспаривать тот факт, что знание этикета, хореографии, семейной психологии, секретов воспитания детей и ведения домашнего хозяйства пригодится в жизни любой девушки. Сколько времени потребуется, чтобы отправить электронное поздравление? Максимум несколько минут. А когда-то почтовые карточки ждали месяцами. Да и сами открытки были большой редкостью. 26 марта 1872 года в России выпущена первая почтовая карточка. Увлекались ли вы когда-нибудь филокартией? Не спешите говорить «нет». Ведь многие из вас постигали ее азы еще в детском саду. Филокартия в переводе с греческого языка означает «любовь к открыткам». И наверняка вы когда-то делали открытки для своих родных и близких. Так что все мы в каком-то смысле являемся филокартистами. А если серьезно, то филокартия – это целая наука, которая изучает открытки как произведения искусства. Открытка – это сокращенно. Почтовая карточка, открытое письмо. Открытка – это одно и то же, но от открытого письма. Ну, понятно, почему она называется открытая. Павел Дмитриевич Цуканов – один из известнейших филокартистов современности. Больше 50 лет он собирает открытки со всего мира. Но особое место в коллекции Павла Дмитриевича занимают почтовые карточки дореволюционной России. В России первые открытки вышли в 1895 году. Сначала виды городов Москвы и Риги. Они отличались тем, что на лицевой стороне изображение занимало маленькую площадь. А обратная сторона была только для адреса. А письмо писать можно было только на лицевой. Тогда на открытках часто изображали портреты царей и императоров. Поэтому с приходом советской власти открытки были объявлены вражескими буржуазными картинками. И доставать их было крайне сложно и даже опасно для жизни. За это даже расстреливали. Если найдут, открытку с соображением императора. Я встречал открытки, у меня в коллекции есть. На обратной стороне написано слово «император», чернилами закрашено. Со временем открытки были реабилитированы. И в них, как в зеркале, стали отражаться достижения советского народа. Покорение космоса, освоение целины, триумф советского спорта. И, конечно, победа в Великой Отечественной войне. Даже оккупированный, то есть блокадный Ленинград тоже все время издавал открытки. В основном героическим подвигом ленинградцев во время блокады посвященного. Например, есть мальчик весь забинтован. Потом едут на Неву с санями за водой. Тушат зажигательные бомбы на крышах дети, женщины. Сегодня каждый может выбрать открытку для любого случая и на любой вкус. Разнообразие сюжетов и стилей просто поражает. Одно из популярных современных направлений – открытки ручной работы. Они во многом напоминают милые поделки из нашего детства. Мы используем натуральный мок, вереск, шишки натуральные, настоящие. Их можно потрогать. Из некоторых даже иногда орешки выпадают. Многие открытки из-за полевых трав у нас. То есть мы сами собираем, сами их по-особому вымачиваем. Поэтому, когда человек покупает эту открытку, он берет ее в руки, он чувствует, насколько она приятная, теплая и она по-домашнему уютная. 106 лет тому назад фантастика стала реальностью. «Дельфин» отныне служил в военно-морском флоте. Так называлась одна из 10 первых подводных лодок России. 19 марта 1906 года в классификацию судов военного флота был включен новый класс боевых кораблей – подводные лодки. В начале 20-х годов прошлого века штаб рабоче-крестьянского Красного флота сформулировал задание на проект крейсерской подводной лодки с мощным артиллерийским вооружением и способной нести службу вдали от баз автономно и совместно с эскадрой. Взаимодействие подводных сил с надводными кораблями считалось важной составляющей успеха в боевых действиях. Причем эскадренным лодкам предстояло наносить удар первыми. В требованиях к подводным крейсерам, помимо прочего, значилась надводная скорость не менее 22 узлов, 6 носовых и 4 кормовых торпедных аппарата с двойным запасом торпед, артиллерийским вооружением не менее 100 мм и дальностью плавания до 15 тысяч километров. К реализации проекта приступили в 1926 году. Первой стала субмарина типа «Д» – «Декабрист». Следующим проектом в этом классе стали лодки 4-й серии типа «П». Правда. К 1935 году инженер-контрадмирал Рудницкий предложил проект крейсерской эскадренной лодки под индексом 9. Характеристики проекта показались командованию флота многообещающими. И КИ-9 был принят за основу будущей субмарины. 27 декабря 1936 года были заложены три подлодки типа «К». Строительство осуществлялось на заводах в Ленинграде. Подводные крейсеры имели два перископа большой светосилы, приспособленных, в частности, для фотосъемок. Кратковолновые радиостанции лодок обеспечивали устойчивую радиосвязь даже на самых дальних дистанциях. Главным оружием «Катюш» были торпеды. Первые испытания субмарин прошли на Балтике. Требовались серьезные доработки, но планам помешала война. К началу Великой Отечественной войны вместо 62 запланированных заводы сдали флоту 6 «Катюш», которые к осени 1941-го вошли в состав Северного флота. 3 декабря 1942 года. Норвежские территориальные воды. В ходе атаки вражеского транспорта советская подводная лодка «Катрин» обнаружена тремя кораблями охраны. На субмарину сбрасывается несколько десятков глубинных бомб. Уклоняясь от них, лодка несколько раз ударяется о грунт. В результате повреждений на поверхности моря образуется пятно дизельного топлива, которое выдает месторасположение лодки. Оставаться под водой значит обрекать себя на гибель. Комдив субмарины предлагает всплыть и вступить в артиллерийский бой. В результате боя были потоплены два корабля, а третий ретировался. Так завершился поход одной из знаменитых крейсерских лодок типа «К», прозванных моряками «Катюшами». 3 марта 1944 года у военных моряков появилась новая награда. Ордену присвоили имя Федора Ушакова, выдающегося флотоводца, адмирала и праведного воина, причисленного к лику святых. В июне 43-го Николай Герасимович Кузнецов докладывал в Кремле о положении на флотах. Закончив, адмирал с некоторым колебанием в голосе сказал, «У русского флота славные богатые боевые традиции. Морякам хотелось бы, товарищ Сталин, тоже иметь свои ордена. Есть знаменитые флотоводцы, достойные имена». Вождь выслушал внимательно, но ничего не ответил. А между тем, моревский палат ожесточенных боев. Моряки шли в атаке и умирали за родину. И только в начале 1944 года появилась высшая военно-морская награда – орден Ушакова. начался коренной перелом в Великой Отечественной войне, когда гнали фашистов с нашей советской земли. И вот для того, чтобы поднять еще выше и больше дух воинов наших, был учрежден орден Федора Ушакова. Наверху решили единогласно. На ордене должен быть изображен адмирал Ушаков. Это был великий флотоводец. 43 сражения и ни одного поражения. «Суворовым на море» называли его. Даже могущественный турецкий флот не смог противостоять нашему адмиралу. Ушакова по праву считают отцом русского флота. Секрет побед Федора Федоровича в глубокой православной вере. Уже в наши дни архиерейский собор православной церкви причислил его к лику святых. Российский флот обрел небесного покровителя и молитвенника о спокойном море. Орден Ушакова присуждался или вручался великим полководцам, которые внесли большой вклад в развитие военной науки, которые непосредственно не только умели организовать боевые действия и выиграть бой, а также проявить личный героин, что подчеркивалось. Во время Великой Отечественной войны ордену Ушакова первой степени удостоились лишь 22 человека. А в 1968-м состоялось последнее награждение и получила его военно-морская академия Ордена Ленина. Анатолий Кузьмич Стасенок носит на груди своего адмирала Ушакова редко. Получил его в прошлом году уже как медаль. Большую часть своей жизни отдал Анатолий Кузьмич Северному флоту. Командовал дивизией в 12 подводных лодок. Всего я послужил в военно-морском флоте 37 календарных лет. Из них 25 лет только на подводных лодках. Не просто так на берегу, а плавал в 25 лет на подводных лодках. Не раз случались непредвиденные и смертельно опасные ситуации. Одна из таких произошла, когда подлодка Анатолия Кузьмича готовилась к всплытию на Северном полюсе. И вдруг все начали, что он видит вдалеке вроде бы кромку льда. Мы поразились на глубину 70 метров и пошли в сторону этого льда. Оказалось, это айсберг. В глубине где-то 7-75 метров мы застряли в айсберге. Сейчас орден Ушакова не вручается. Отгремели жестокие морские бои, а водная стихия почти безропотно покоряется нашим морякам. Но орден времен Великой Отечественной продолжает напоминать нам о Великой Победе, добытой в том числе и благодаря подвигам флота. 40 дней в пустыне без воды и еды, 40 дней наедине с Богом. Повторить подвиг Спасителя невозможно, но приобщиться к нему поможет Великий Пост. Все дни мы живем суетно, ссылаясь на заботы, работу, занятость. Открываются двери покаяния, наступает Великий Пост. В это время Церковь призывает всех нас вспомнить, что кроме ежедневных земных дел, есть еще и жизнь вечная, и что о ней нужно заботиться уже сейчас. Это время подготовки к будущей жизни и к светлому празднику Пасха. Пост – это, конечно, прежде всего, более сосредоточенная молитва. Это более продолжительные церковные службы, которые имеют покаянный характер. Свою историю Великий Пост ведет со времен святых апостолов. Тогда от животной пищи начали воздерживаться, подражая пророку Моисею и Христу Спасителю. Они, как известно, постились в пустыне по 40 дней. В те древние времена священнослужители, которые не соблюдали или нарушали главный пост, изгоняли, а простых мирян отлучали от церкви. У священного поста есть две составляющие. Физическая сторона состоит из того, что мы воздерживаемся от пищи животного происхождения – мяса, молока, масла, сыра, сметаны, яиц и даже рыбы. Духовное – не делаем другим того, чего не хотим себе, как говорится в деяниях святых апостолов. Апостол Петр пишет, что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по стопам Его. Но если Христос страдал за наши грехи, за грехи всего мира, то мы, вот добровольно обрекая себя на определенные ограничения в предпасхальный период, понимаем, что это важно для нашей греховной природы. Все 40 дней Великого Поста – это время духовного подвига, когда мы при всех своих немощах и слабостях стремимся исполнить самое малое в терпении и воздержании от всякого зла и греха очистить свои душу и тело. Когда станет тяжело, обратите свой взор вверх, и небо рассудит земные невзгоды. С вами была Олеся Рыжкова. Увидимся в эфире.